Это новости здесь, Новосибирск, в студии Кирилл Полиенко. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах. Финансовые нарушения на сотни миллионов рублей. Управляющая компания Академгородка завышала тарифы в несколько раз и расходовала деньги не по назначению. Автоинспекторы больше не будут контролировать камеры на дорогах. Сможет ли кто-нибудь стереть фотографии с нарушением? Сегодня еще можно успеть загадать желание. Этой ночью пик звездопада. Синоптики обещают, что небо будет ясным. Скандал федерального масштаба в коммунальной сфере Новосибирска. Управляющая компания, обслуживающая жилой фонд Академгородка, за прошлый год допустила нарушений на рекордную сумму – более 200 миллионов рублей. Как выяснилось в ходе проверки, организация, которая прежде входила в тройку лучших в городе, работала с многочисленными нарушениями. Например, взносы на капремонт, имеющие целевое назначение, были скрыты от регионального оператора и направлены на собственные нужды. В результате компания может лишиться лицензии о сотне домов, обслуживающей организации. Артем Шершнев расскажет подробнее. Скандал разразился после того, как Федеральное агентство научных организаций провело проверку подведомственной структуры предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра». В ходе проверки установлены многочисленные нарушения законодательства Российской Федерации финансо-хозяйственной деятельности Федерального государственного унитарного предприятия ЖКХ ННЦ. Всего за 2015 год выявлено нарушение на общую сумму 218 миллионов 585 тысяч рублей. В частности, жилищники Академгородка, взносы на капремонт, скрыли от регионального оператора и направили на собственные нужды. А платежи за управленческие услуги были завышены второе. В управляющей компании комментировать ситуацию категорически отказались. Жители научного центра дают свою оценку работе обслуживающей организации. Мы тарифы эти отголосовываем, считаем правильно, но услуги не выполняются. Деньги берутся и ничего не... Во-первых, специалистов нет. Все без конструкции не знают название здания. Результаты проверки направили в прокуратуру и теперь организация может лишиться лицензии. Тогда почти 400 многоквартирных домов останутся без управляющей компании. А их жителям, скорее всего, никто не вернет десятки миллионов рублей, что они переплатили в кассе ЖЭУ. Деньги-то необходимо людям вернуть. Процедура банкротства, которая может, допустим, начаться, она, скорее всего, не предусмотрит возможность отдать средства гражданам. Но, опять же, они не отдаются, они учитываются при будущих начислениях. В этом случае людям придется либо выбирать новую обслуживающую организацию, либо создавать ТСЖ. Любопытно, что компания ЖКХ ННЦ из года в год занимала первые строчки в рейтинге лучших жилищных организаций, которые составляет муниципалитет. Теперь в мэрии обещают помочь жителям Академгородка. Мы готовы оказать помощь в плане консультаций, юридических, правовых консультаций, в плане организации собрания. А для этого надо проводить собрание обязательно. Здесь мы готовы оказать поддержку. Это очень поучительно и очень важно на самом деле. Знаково будет, если будет отозвана лицензия у любой управляющей компании. Это знаковый момент, конечно. Прокуратура проверку еще не закончила. Однако Федеральное агентство научных организаций уже сообщило, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на кандидатуру нового директора жилищного хозяйства Академгородка. Артем Шерешнев, Мария Черешнева, Константин Стримаусов. Новости здесь, Новосибирск. Омских автоинспекторов лишили возможности брать взятки за превышение скорости. В нескольких регионах страны сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары. Связано это с тем, что у таких средств фиксации нарушений правил дорожного движения есть серьезные погрешности. Да и сам инспектор может вручную стереть данные, если будет в этом заинтересован. Как документ звучит в целях борьбы с коррупцией и так далее, то есть минимизирует именно этот фактор. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о подготовке соответствующих документов и использовании данных радаров, все-таки, ну, допустим, на загородных автодорогах. В городе-то, конечно, ну, вроде будет, наверное, нецелесообразно, но на трассах, возможно, будет принято решение о дальнейшем использовании. В Новосибирске пока не планируют отказываться от ручных радаров и измерителей скорости. Более того, ГИБДД в ближайшее время собирается вообще передать все приборы фото-видео фиксации муниципальному предприятию. Обслуживать их и отслеживать нарушения будут частные компании за определенную сумму. Светлана Шуваева расскажет, как это будет работать и останутся ли у нарушителей лазейки, чтобы избежать наказания. На улице Большой установлено пять боксов, а камера одна. Оператор несколько раз в день переносит ее из одного в другой. Ни один водитель не сможет понять, где настоящий прибор, а где обманка. Антирадар срабатывает и на муляжи. Сейчас вот машина проезжает, должен пойти отчет автомобиля. Вот она, вот он, пожалуйста, первый нарушитель. Сколько он нарушил? Получается, 23 километра. Он ехал со скоростью 63, с положенной здесь 40. Это вот эта машина сейчас? Да, вот она, фотография получается его, грубо говоря. Тут все, штраф придет? Да, конечно. На этой улице раньше каждый год сбивали насмерть несколько человек. Радар установили после многочисленных жалоб жителей. Куда именно поставить передвижной комплекс решают в ГИБДД. Выбирают самые аварийные участки. Тут на Большой в первый день работы камеры поймали 150 нарушителей. Сейчас намного лучше, извините. Вот мы с ним стоим, разговариваем, машины идут спокойно. Значит, они в пределах 50 могут идти. Вот они идут, и мы можем поговорить. Нас ветром не сносят от проезжающей машины. Обслуживают комплексы частные компании. Те, которые выиграют тендер. Но работают они строго по служебному заданию, в котором написано, где и когда должна стоять камера. Обмануть систему и стереть что-то с флешки у оператора возможности нет. Она опечатана. Все данные поступают в центр фото-видео фиксации. Снимается соответствующим инспектором. Проверяется, что она целостная. И после того, как она снимается с комплекса, флешка вставляется обратно. Обратно опечатывается. Будем говорить, таким образом, сам оператор доступа к информации, которая накапливает комплекс фото-видео фиксации, не имеет. Инспекторы уверяют, что и в самом центре нет возможности для коррупции. Каждый кадр посчитан. Нечитаемые номера учитывают отдельно. Общее количество должно совпасть. Говорят, что штрафы отсылают все, даже когда нарушает водитель губернатора. Брак, он в любом случае весь проверяется. И если это все удалить, это в любом случае будет видно. Поэтому такое не происходит. Это все оформляется. В Новосибирске пока только пять переносных комплексов видеофиксации. Но в ближайшее время ГИБДД передаст все свои камеры муниципалитету. Часть из них будет работать круглосуточно. Тогда порядка на дорогах, уверенные автоинспекторы, станет гораздо больше. Светлана Шуваева, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск. Первые в истории региона референдум проведут в селе Филиппова Ордынского района в единый день голосования 18 сентября. Сельсовет предлагает жителям решить, согласны ли они выплатить единовременный взнос на содержание пожарной машины и благоустройство территории населенного пункта. Мария Черешнева побывала в селе, которое скоро войдет в историю избирательной системы региона. Жители села Филипова еще не привыкли к мысли, что специально для них к выборам напечатают особые бюллетени с дополнительным вопросом. В единый день голосования селянам впервые в истории региона предстоит провести референдум. Вопрос – добровольное самообложение граждан. Единственное поселение в районе, в котором нет своего муниципального предприятия ЖКХ. По той причине, что у нас нет теплового снабжения, у нас везде пешное отопление, а водой обеспечена только часть деревни. ЖКХ же должна быть коммерческая организация за счет поступления денег. Поступление денег, то, которое могло бы быть, его бы хватило только на два квартала. Люди без референдума готовы скинуться на помощь сельсовету, но такие добровольные пожертвования закон не одобряет. Эту пожарную машину селу подарили почти два года назад в управлении МЧС, но с тех пор она простаивает. Автомобиль на ходу, но нужно заменить кое-какие детали. А прежде у сельсовета не было юридической возможности заниматься ее содержанием. Это считалось бы нецелевым использованием средств. Для того, чтобы собрать по 300 рублей с каждого взрослого, придется голосовать. И, похоже, явка будет рекордная. На кону собственная безопасность. Машина нам пожарная нужна. У нас частенько бывают какие-нибудь такие случаи, когда пожар, и не можем дождаться пожарной машины, потому что к нам приезжают сардынки, там скирзы, пока приедет она, пока туда-сюда. А это наша своя, которая быстро может среагировать и потушить это. Самые дотошные уже подсчитали. При положительном исходе сельская казна пополнится почти на 200 тысяч рублей. Для районной глубинки деньги заоблачные. Жителям даже грезится асфальт, как в городе на всех улицах. Это что-то кто-то даже не может сделать самостоятельно. Можно попросить какую-то организацию и навести порядок в каком-то месте. Где-то заасфальтировать, где-то там чего-то какие-то. Не знаю, может клумбы организовать. Председатель мечтает. На пустыре за монументом славы зашумит парк с ландшафтным дизайном. И вот мы немножко расчистили в прошлый год. И посадили вот где железные, видите, эти штучки. Там посажены маленькие деревья, пихточки. И мы хотим, чтобы они выросли. И здесь небольшой сделать парк. А еще дальше фундамент старой церкви, которую разрушили в 30-е годы. На то, чтобы выстроить заново и ее, денег уже точно не хватит. Придется проводить новый референдум. Мария Черешнева, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск. Выставка насекомоядных растений открылась сегодня в Новосибирске. Для людей они опасности не представляют. Поедают только мух, комаров и тараканов. Вячеслав Орфоломеев не только понаблюдал за процессом приема пищи, но и сам покормил эти необычные растения. Мухи очень хитрые. Они почти что доползли в венелиную мухоловку и улетели. Оторвать Аню от аквариума сложно. И это несмотря на то, что ей эти хищники не очень нравятся. Они не очень приятные. Вот цветочки, они красивые. У них листики, цветочки есть. Они цветут красиво. Мне вообще не все растения нравятся. Некоторые красивые, некоторые противные. Самое смешное, это та, которая ее трогает, что она зажимает. Это стыдливая мимоза. Единственное растение, которое никого здесь не ест. Остальные пять видов крайне опасны. Правда, только для насекомых. Сильный запах, неуловимый для человеческого носа, очень привлекателен для насекомых. Они прилетают в надежде полакомиться нектаром, но находят свою смерть. Есть одна возможность выбраться из мухоловки. Если насекомое очень маленькое, и оно не задело раздражающие волоски, оно может мимо пробежать. А если в остальные, если в колбочке сорвалось насекомое, то оно никак не выберется. У них такое строение волосков внутри, то что насекомое может только вниз скатиться, а наверх никак. У каждого вида насекомоядных растений есть свои предпочтения. Например, сарацения, она предпочитает муравьев. Если говорить о росянке, то ей больше по нраву комары. А вот мухоловка, что логично, она любит мух. Но тем не менее, любое из этих растений может есть любых насекомых. Например, скормим мухоловки таракана. Заводчики говорят, что эти растения могут очистить квартиру от насекомых. Но заводить такие цветы можно, даже если паразитов дома нет. Им достаточно только воды и солнечного света. Вячеслав Парфоломеев, Максим Федосеев. Новости здесь. Новосибирск. Звездная дождь превратится в ливень. Этой ночью метеорный поток Персеид достигнет своего максимума. Ожидается от 60 до 120 метеоров в час. Сейчас пасмурно, но синоптики прогнозируют, что после полуночи небо может стать чистым. Смотреть на падающие звезды лучше за городом, где нет огней мегаполиса. Ну и сегодня же в Новосибирске планетарий открывает сезон астрономических наблюдений. Проводить их будут один раз в неделю. Все 400 билетов на первый сеанс проданы заранее. С восьми вечера и до полуночи будут работать две обсерватории. Кроме этого, на площадке у планетария выставят 10 мобильных телескопов. Разглядеть в деталях можно будет три планеты. Сотни людей смогут увидеть в ночном небе такое интересное явление, как соревнования двойных звезд, а также шаровые и рассеянные звездные скопления. Сатурн, Луна, Марс сегодня главные наши герои. Но есть еще различные туманности, которые будут на небе. Я очень люблю, например, шаровые скопления, где вот такие снежки небесные. Там сотни тысяч звезд, они в одном месте находятся. И очень интересно их смотреть. В завершении выпуска о погоде на завтра в городах Сибири. В Томске, где людям и собакам планируют официально запретить купаться в городских фонтанах, переменная облачности плюс 23. В Кузбассе, где в день распродажи покупатели чуть не разнесли универмаг. Малооблачно и 23 градуса тепла. В Омске, где автоинспекторы больше не используют ручные приборы для измерения скорости. Переменная облачность и плюс 25. В Новосибирске, где наблюдают звездопад и загадывают желание. Облачно, без осадков и 24 градуса тепла. На этом все. Материалы выпуска и другое интересное видео найдете на наших страничках в социальных сетях и на Ютьюбе. Смотрите новости здесь, в Новосибирск, по будням на 49-м канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok